Здравствуйте, меня зовут Никита Александрович, и наше занятие сегодня будет посвящено решению задач на знание закона Авагадра. Ну, я думаю, что фамилия Авагадра вам знакома, и скорее всего вы хорошо помните константу, связанную с этой фамилией, а именно число Авагадра, а число частиц в одном моле. Но на самом деле задачи на закон Авагадра и сам закон Авагадра к числу Авагадра никакого отношения не имеют, потому что они не о количестве вещества, а о газах, их объемах. О чем, в общем-то, закон Авагадра? Напоминаю вам, закон Авагадра говорит нам о том, что в одном литре любого газа, взятого при определенных условиях, будет содержаться определенное число частиц. Иными словами, совершенно не важно, о каком газе идет речь. Мы можем говорить об азоте, можем говорить о водороде, можем говорить об аммиаке. Если мы рассматриваем эти газы при определенных, строго известных нам заданных условиях, и если они взяты в одинаковом объеме, то и количество вещества будет одинаково. Мы это знаем, и мы этим пользуемся, особенно когда используем такую константу, как малярный объем. Но просто напоминаю вам, малярный объем, это такой объем, который занимает один моль совершенно любого газа при нормальных условиях. Нормальные условия у нас это 0 градусов Цельсия и давление 1 атмосфера. Этот объем составляет 22,4 литра. Соответственно, сам малярный объем выглядит так. 22,4 литра на моль. Потому что если у нас будет, соответственно, 2 моль, то число литров, которые эти 2 моль занимают, будет в 2 раза больше. Это число относится к 1 моль вещества. Итак, если, например, у нас с вами есть такое вот уравнение. И мы, скажем, знаем, что в этой реакции приняло участие 3 литра азота. Объем азота составляет 3 литра. О чем это нам говорит и что это нам позволяет сделать? Если бы мы решали обычную задачу, а не задачу, где все вещества газообразны. И если бы нас спрашивали о чем-то другом, а не о том, какой будет объем аммиака, который выделится в ходе этой реакции. То мы бы с вами использовали самую обычную, соответственно, последовательность действий. Мы бы вспомнили с вами формулу, как находить количество вещества. Или бы, по крайней мере, мы с вами вспомнили, чему равен объем. А как его найти, соответственно, как он связан с количеством вещества. Ну, хорошо знакомая нам формула, что n равно v на vm и равно масса, деленная на малярную массу. В данном случае нам это совсем не нужно. Потому что соотношение количества веществ азота, водорода и аммиака, которые заданы стихиметрическими коэффициентами, будет полностью совпадать с соотношением объемов этих веществ. Как относятся между собой количество азота и количество аммиака, точно так же между собой будут относиться объемы азота и объемы аммиака. А относятся они так, как это задано стихиометрическими коэффициентами. То есть, если у нас, условно говоря, был 1 моль азота, то мы бы получили 2 моль аммиака. Это же справедливо дали объема. Если бы у нас был 1 литр азота, мы бы получили 2 литра аммиака. У нас не 1 литр, а 3 литра. Но соотношение такое же. Объем аммиака будет в 2 раза больше. Отсюда несложно найти, что объем аммиака, который образовался в этой реакции, составит 6 литров. И задачка решается практически устно, не требуя никаких сложных расчетов. Точно так же легко мы можем найти и объем водорода. Он в 3 раза больше, чем объем азота. 3 умножить на 3 будет 9. Вуаля! Ничего не записав, мы с вами легко вычислили, что объем водорода, который потребуется для взаимодействия с 3 литрами азота в реакции получения аммиака, составляет 9 литров. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.